Здравия, мои дорогие зрители и читатели! Сегодня я прочитаю для вас мое новое стихотворение, которое называется «Теодицея». Что такое «Теодицея» многим людям известно. Но для меня поэзия открыла новые смыслы этого слова, которые касаются лично меня, моих друзей, моих родственников, а также всех людей. Ибо мы все люди единое целое, и у нас одна планета, наша планета, мир, горд, земля. Наши корни в ней, наши молитвы в ее небесах. Итак, «Теодицея». Что хранит веселого еврея, если влился в шасон или в хаббат? Отчего балдеет он хмелея и танцуя, Богу шибко рад? Что ведет его через пустыни дел ненужных в суете сует? Как он создает свои святыни из простых серебряных монет? Почему использует мир тварный, захвативший землю, его сны? Для чего на нем значок товарный, обрезание, как вечный знак вины? Кто себя в аренду сдать заставил дьявольским захватчикам земли? Нет у них ни кодекса, ни правил, и любви не водится в крови. Что защита бедного еврея? Что, как род, его ведет вперед? Нет, не Бог, ведет теодицея, гены жречества, сошедшие в народ. И когда-нибудь уйдут чужие, неземные силы навсегда. И жрецы, кристаллы грозовые, обретут, как в давние года. Будут править они всей вселенной, многими вселенными, как встарь. Волью своей благословенной нам вернут потерянный словарь. Мы, жрецы, мы вовсе не евреи. Маски растворятся в тишине. Вдохновенья вечной эпопеи исчезая, тихо, как во сне. Творческих вам озарений, мои дорогие зрители и читатели Этой прекрасной планеты. Мир, город, земля.